Приветствую, друзья! Компания Muse Hi-Fi, похоже, уже вошла в раш и не собирается останавливаться. Так сегодня я предлагаю рассмотреть их новый, на этот раз Bluetooth, ЦАПСа, PTX HD и LDAC кодеками, которые по совместительству являются большим и достаточно мощным мобильным решением с внешним питанием. Еще аппарат поддерживает NFC, имеет свой собственный микрофон, два раздельных Type-C порта для зарядки и передачи данных, а также возможность переключать режимы усиления и встроенные в конвертер цифровые фильтры. Девайс реально очень любопытный, но не без подводных камней. О нем сегодня подробно и поговорим. Это Muse Hi-Fi M4. Поехали! Пришел аппарат в совершенно крошечной для своих габаритов коробке, на которой изображен сам девайс и приведен список его технических характеристик. В комплект нам положили документацию и короткий Type-C кабель, видимый для зарядки устройства и коммутации его с компьютером. Корпус у ЦАПа большой, тяжеленький, с двух сторон прикрытый стеклом и целой кучей управляющих элементов на борту. Слева находится индикатор качества сигнала, кнопка включения – она же позволяет ответить на звонок и механический переключатель гейна – низкий и высокий. Причем, в первом случае на плате загораются синенькие светодиоды, а во втором – красные. На правую же часть вынесли физическую кнопку сброса на заводские настройки, качель переключения треков вперед-назад и еще одну, позволяющую регулировать свой внутренний уровень сигнала. Тут есть одно очень важное замечание – на источнике громкость всегда равна 100%, даже если мы уберем ее на ноль. То есть вам просто придется использовать данный регулятор, другого пути нет. Ну и чтобы как-то расширить функционал, при зажатии кнопки громкость вверх мы получаем функцию mute, уж не знаю зачем она тут нужна. А при зажатии громкости вниз происходит переключение тех самых цифровых фильтров. Какой именно сейчас установлен, можно вычислить, подсчитывая мигание встроенного светодиода. Ну и по торцам привычно уже расположились знакомый всем Type-C вход, еще один Type-C для питания, микрофон и три выхода, балансный 4.4мм и 2.5мм, а также обычный джек на 3.5мм. Сзади устройства ничего интересного нет, а вот спереди нам открывается просто шикарная витрина на всю внутреннюю кухню девайса. Польза от такого подхода, конечно, сомнительная, но выглядит это потрясающе. Тут, если присмотреться, то можно отыскать заявленный нам чип конвертера ESS ES9038Q2M, USB модуль SA9137, Bluetooth чип Qualcomm QCC5125 и фирменный усилитель ESS ES9603Q. Видимо, благодаря ему и удалось добиться поистине феноменальных для подобного устройства 320 мВт мощности на 32 Ома нагрузки. На небалансном выходе нам обещают циферки поскромнее всего 160 мВт, но и это значение, так сказать, весьма впечатляет. А следовательно, аппарат должен раскачивать как достаточно тугие внутриканальные наушники, так и подавляющее число полноразмерных. При работе ЦАП не нагревается, никакого шума в паузах не издает, но и гарнитуру привычно уже не поддерживает. У него есть свой собственный микрофон, работает который, кстати, только при беспроводном подключении. Тестируем качество микрофона, встроенного в ЦАП Muse Hi-Fi M4. Вот, собственно, так он и записывает. И именно так вас будет слышать ваш собеседник при звонке. По форматам какого-то прорыва, увы, не случилось. Это 32 бита, 384 кГц для PCM, DSD-256 и МК декодирование до уровня 8Х. При использовании по Bluetooth M4 задействует встроенный в него аккумулятор на 1100 мАч, благодаря чему способен отработать до 7 часов к ряду в зависимости от уровня громкости и выбранного аудиокодека. Напомню, что здесь поддерживаются наиболее актуальные на сегодня APTX HD и LDAC. Если же подключить девайс по кабелю, то внутренняя батарея или совсем не используется или задействована лишь частично. Как видно по скриншоту, потребление в этом случае составляет 0,04 ампера на 5 вольт. Это ни много и ни мало, хотя если учитывать заявленные 320 мВт мощности, то наверное вообще ни о чем. Ну и как стало уже принято в компании Muse Hi-Fi, поиск драйвера для ASIO и старых версий Windows личное дело каждого купившего. Впрочем, сам USB-модуль нам известен, а значит кое-что подобрать вполне реально. На смартфонах и планшетах герой обзора тоже работает, причем как по Bluetooth, так и по кабелю. В том числе и через специализированный BitPerfect режим с аппаратной регулировкой уровня сигнала. Измерения проводил в проводном режиме в разрешении 24 бита 96 кГц на ЦП Иванда Космос. В результате пришел к довольно-таки неутешительным выводам. Первое, что меня здесь удивило, это что все три выхода имеют абсолютно одинаковый уровень в 2,7 вольта. А это, как вы понимаете, никак не вяжется с заявленными 320 мВт мощности на 32 Ома нагрузки. Здесь скорее что-то около 160 мВт везде. По цифрам же я получил нормальную в плане линейности АЧХ прекрасный динамический диапазон и шум на уровне минус 156 дБ. А вот гармонические искажения здесь достигают уже вполне ощутимых минус 94 дБ. То есть 0,005%. А интермодуляционные минус 97 дБ. Примерно то же самое получается и со всех остальных выходов. В общем, если говорить о устройстве как о проводном, то это весьма посредственное с технической точки зрения решение. Понятно, что для нужд блютуз, с ее кодеками даже такого чуда будет достаточно. Однако настолько наплевательский подход в 2023 году достоин только порицания. А то, что все выходы имеют один и тот же уровень, вообще какой-то нонсенс. На слух я чувствовал, что здесь что-то не так, но что настолько посредственно даже не мог предположить. По подаче же звук мне очень напомнил бюджетные стационарные решения 1000 эдак за 6 или 8 рублей. Звук довольно напористый, чистый, но со слабо ощутимым телом, без явно выраженного масштаба и с предельно простым построением текстур. Да, с атаками все очень неплохо. Достойно рисуются детали, звучание четкое и собранное. Но все это давно уже не является достижением. Просто взять, подключить к нему наушники и, так сказать, погрузиться в пучину музыкальных вибраций у вас вряд ли получится. Хотя есть модели, с которыми даже этот девайс звучит просто бесподобно. В числе таковых могу назвать, например, Tenzoneza. Вообще же мне удалось погонять аппарат с порядочным числом внутриканальных и полноразмерных наушников и везде картина плюс-минус была одинакова. В принципе, достойно, но без особого восторга или какой-то магии. Лицом к лицу сравнил М4 с такими ЦАПами, как Acclaim PD4+, Shanling UA4, Mondrop Dawn Pro и HIDIS S9 Pro+, где первые три просто они соизмеримо выразительнее, мелодичнее и эмоциональнее героя обзора. В плане прорисовки, я бы отдал предпочтение Dawn Pro и S9 Pro+. Но если надо, чтобы, так сказать, было техничнее речи, их же М32 и старшие модели от Mondrop. То есть не только по измерениям, но и в плане звучания аппарат показывает весьма посредственные результаты. Да, без явно выраженных проблем, но и радоваться тут особо нечему. Для своей цены это, на мой взгляд, довольно-таки скромно. Ну и вопрос с выходной мощностью совсем не добавляет устройству очков. Зато бас здесь глубокий, с неплохой атакой и хорошо читающейся текстурой. Серединка с зачетной динамикой, разрешением и легким акцентом на эмоциях. То есть это не нейтральный сухарь. Ну и высокие, слегка подсвечиваются. Так что рокеры и, скажем, металлисты сполна смогут насладиться звучанием их любимых тарелочек. Переключаясь с кабеля на блютуз, какой-то особой разницы я, увы, не заметил со сноской на чуть большую сглаженность и упрощение на верхах за счет кодирования с потерями. В остальном на выходах ровно такой же достаточно простой звук, да и заявленной мощности тут тоже не ощущается. Была надежда, что это реализовано по воздуху, но нет. Впрочем, если присмотреться к внутренней кухне, то в ней я не вижу балансной реализации. В качестве усилителя, судя по всему, используется один единственный чип, которым мостовое соединение также не реализуешь. Возникает логичный вопрос, мог бы я сам таким девайсом пользоваться? Отвечу коротко – да, вполне. Мелодика тут прослеживается, без мути, хорошее разделение инструментов, неплохой баланс частот и достаточно подробное построение музыкального полотна. Лишь по характеру здесь совсем без откровений. Из всего нормального, что я только слушал за последние полгода, включая довольно-таки дешевые модели, он наиболее простой и скучный. Спасает тут лишь Bluetooth-модуль, которых, прямо скажем, не так много в ЦАПах, а следовательно и конкуренция среди них гораздо меньше. Если вам нужно, чтобы обязательно был Bluetooth и возможность использования ЦАПа по кабелю и не важны вес, габариты и все другие условности, то в принципе М4 весьма годное решение. Не уровень Фью, БТР-7 или А5 от Шанлинк, но в стареньких бюджетах данный аппарат вполне способен переплюнуть. Итогом беспроводной ЦАП Мюз Хайфа М4 смотрится довольно-таки внушительно. Множество светодиодов, куча элементов управления, большой металлический корпус с витриной на всю внутреннюю кухню устройства и высокая, как заявляет нам производитель, выходная мощность. Но, как говорится, есть свои нюансы. Балансной реализации в данном ЦАПе я, к сожалению, не увидел, как и мостового соединения. А все выходы работают с абсолютно одинаковым вольтажом, свойственным классической несимметричной реализации. Но еще здесь очень спорная схемотехника, о чем нам говорят довольно посредственные результаты измерений. Звучит же аппарат чисто, четко, напористо, с неплохим разрешением и динамикой, но без тембрального объема, масштаба, аналогового веса инструментов и хоть какого-нибудь акустического оформления. Нормально, но не сказать, что это что-то прямо интересное. Зато здесь есть блютуз с АПТХ-HD и Эльда-кодеками, возможность одновременно слушать музыку и заряжаться, а также щелкать встроенными в ЦАП цифровыми фильтрами. На мой субъективный вкус это один из самых посредственных в техническом плане ЦАПов, что я только встречал за последние полгода. Как говорится, не прокатило, но я знаю тех, кто им вполне доволен. А у меня на этом все. Это был мобильный ЦАП Muse Hi-Fi M4. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok